19 февраля экспедиция в составе четырех автомобилей стартовала в городе Тихвин. Проехав сотни километров, посетив несколько городов, члены экспедиции прибыли и в Великий Устью, где гостей встречали хлебом с солью. Хлебом с солью, слава младковым! Хлебом с солью, слава младковым! Северные земли всегда славились своим гостеприимством, говорят участники автопробега. Но никто даже не ожидал, что встреча экспедиции пройдет в дружеской, почти семейной атмосфере. Неожиданно видеть такое радушие здесь. Хотя почему неожиданно? Именно за вот этим северным характером мы сюда и ехали. А северный характер – это гостеприимство, отзывчивость. Именно то, что мы сейчас находим на Вологодской, Великой Устьюгской, Тотимской земле. Возглавляет автопробег мастер спорта по автоспорту участник ралли Дакар-2012 Антон Мельников. В автоспорт Антон пришел уже в довольно зрелом возрасте. Начал ездить в республику Коми. После каждого путешествия нужно было серьезно ремонтировать автомобиль. Вот и пришлось усовершенствовать железного коня. А потом пошло-поехало. Главное – раскрыть в себе способности, говорит известный гонщик. Путь в автоспорт открыт каждому, независимо от возраста. Я очень отрицательно отношусь к тем вещам, когда не обязательно молодежь начинают гонять по дорогам общего пользования. Хочется сказать, если вы такие спортсмены, если вы такие крутые, идите в автоспорт, покажите там результаты. Нечего на дорогах их показывать. Сейчас внедорожник Антона Мельникова доработан для специальных поездок. Он не боится ни грязи, ни снежных барханов. Эта машина видела многое. Но самое главное, говорит спортсмен, работа в команде. Ведь без нее даже самый навороченный джип – это груда металла. То, что я стал лучшим дебютантом ралли-марафона «Дакар-2012», 17-м в абсолюте из 161 экипажа. Но это, я считаю, конечно, где-то была частичка удачи. Ну и упорство, работа команды и работа штурмана. Потому что у меня один из лучших в России штурманов – Антон Николаев, мастер спорта международного класса. У него там порядка десяти дакаров, и он там восьмикратный чемпион России. Поэтому в совокупности эти факторы привела меня к таким результатам. Напомним, автопробег от Балтики до Арктики завершится 26 февраля в Нарьинмаре. В общей сложности участники преодолеют более 6000 километров северных дорог шести регионов. Андрей Жилин, Максим Колосов. Новости провинции.